так всем добрый вечер все кто присоединяется чин-чин я решила изменить своему бокалу винному на бокал шампанский но кока-кола по-прежнему в бокале так что жду всех кто присоединится сегодня наконец-то я вбила в график свою интересную тему как мне кажется сегодня я хочу поговорить о любви к бесплатному и о том каким образом это влияет и напрямую влечет нас к бедности рассмотреть это с позиции нашего мышления с позиции наших внутренних с вами вибраций потому что уж больно сильно наш народ любит халяву и я это замечаю потому что сейчас у меня есть книга которую мы рекламируем в инстаграм называется она по моему что делать если твои мечты не исполняются как какая-то такая интерпретация честно говоря не помню точное название сейчас и она дается бесплатно и вот очень многие люди буквально с наездами значит пишут в инстаграм они должны директ написать там хочу книгу и буквально с наездами пишут что значит там а почему книга не такая длинная а вот почему она в телеграмме значит открывается чем жалко ее так дать и вот у людей есть такие наезды которые еще не читали эту книгу не трогали не смотрели но уже являются с претензиями я вообще заметила что вот эта вот история про халявку она очень нас круто работает в свое время когда преподавала и занималась свадебными тренингами очень много моих тренингов продавались на всяких как-то называется складчина давали скачиваться значит на какие-то ресурсы и так далее и так далее и так далее и сейчас век такой что мы можем в принципе найти любую книгу скачать бесплатно мы можем фильмы скачать бесплатно вот есть вот это вот любовь и я отмечаю что люди очень сильно радуются когда им удается что-то найти бесплатное вот эта халявка типа когда а я это нашел а я это взял и вы знаете я недавно буквально купила себе приставку playstation и несколько человек сразу же мне написали о том что ее можно взломать и игры можно брать неофициально я вам могу сказать что среди людей которые так сказали были как обычные достаточно люди так и достаточно богатые состоятельные люди и я хочу сегодня эту тему поднять потому что я очень внимательно сейчас уже побывав как бы в жизни на разных сторонах да и вверху и внизу а я уже все-таки начала как бы вести некую связь с тем почему мы падаем внизу если мы поднимаемся наверх что с нами происходит я понимаю конечно же что изучая квантовую физику понимаю что ведь причиной не виной причины всему является наша внутренняя вибрация наша внутренняя концентрация на чем бы то ни было так вот давайте с вами рассмотрим что же такое желание получить что-либо бесплатно причем вот заметьте если вы занимаетесь бизнесом с позиции маркетинга бесплатность это хорошо хорошо это потому что бесплатная дает возможность сегодня среди огромного конкурентного рынка везде во всем в магазине где продается молоко кефир творог колбаса бесконечного количества производителей бесконечных тренингов бесконечных английских языков бесконечных приложений в apple 100 или google 100 как выбрать и под пробная бесплатная версия которая дается это в принципе на сегодняшний день ну это уже must have то есть когда мы даем возможность человеку попробовать вообще увидеть как это выглядит бесплатно потому что выбор настолько огромен ну согласитесь когда вы заходите и видите двадцать пять видов такие двадцать пять там 50 позиций молока то как понять какой производитель из себя что представляет здесь конечно же есть конкурентная история про то что люди на телике да все время там повторяют какой-то бренд но вот сегодня мы не смотрим теле ну многие не смотрят поэтому момент дегустации это абсолютно естественный момент и я хочу чтобы вы не путали бедность мышления с тем что вы хотите что-то продегустировать но тем не менее я знаю людей которые к дегустаторскому столу подходят 50 раз и очень радуются потом что они значит уже наелись знаете как на рынке идешь вот раньше рынок я помню все ходили на рынке и там типа каждый тебе свой сурок молочко рыбку черепы дал попробовать ты уже наелся и для некоторых людей это был способ поесть то есть люди прошли попробовали и уже как бы наелись так вот история о том когда вы что-то пробуете или даете другим на пробу будь это еда или что-либо другое это как раз есть нормальная история про маркетинг но если мы говорим с вами по поводу того чтобы для вас является целью получить что-то на халяву и вы ловите себя на мысли а я хочу чтобы после сегодняшнего эфира вы досконально просканировали в себе этот вопрос если у вас такое желание то конечно это трава давайте теперь разбираться почему ну вот смотрите история про то что там кто-то не ценит чужой труд но это как бы понятно да мы человек оправдывает себя как у меня сейчас очень сложная ситуация мне сейчас хоть как бы так но ведь есть причина и следствие и сложная ситуация у человека не возникает просто так сложная ситуация это набор внутренних вибраций он начинается моя любимая темка газ мультикран это набор внутренних наших вибраций реакции на какие-то ситуации о чем я говорю но о том что человек начинает думать там о у меня все в жизни плохо я бедный о мне нужно что-то срочно бесплатно где-то там что-то дают и человека срабатывает вот эта история бесплатного да там я хочу чтобы у меня там почему мне бесплатно процедуру не сделают или ну есть старая еще история про очень дешево когда человек готов потратить огромное количество времени на то чтобы купить что-то очень дешево не понимая что время его содержит ресурс но мы сейчас не об этом говорит давайте все-таки бесплатности вот человек очень сильно хочет бесплатно бесплатно скачать бесплатно получить какой-то платный продукт взломать что-то бесплатно получить книгу бесплатно посмотреть фильм что о чем это говорит как вообще рассуждает ваш мозг я ищу говорит ваш мозг, о, я ищу что-то бесплатное, потому что я крутой, потому что я люблю бесплатное, я люблю халяву. Бесплатное – это так круто, за это не надо платить деньги. Это же вообще здорово, я очень люблю бесплатности, я бедный мозг, но я такой зато продвинутый и крутой. Когда мы что-то берем бесплатно, мы себя при этом чувствуем бедными, потому что мы страшно радуемся, по сути, какой-то фигне. Это наша внутренняя бедность, она нас заграет. О, я на халяву получила, знаете, блогеру пишут, мы пришлем вам бутылку сока, а вы нас прорекламируете. И блогер возрадовался, боже, я такой крутой, мне бесплатно бутылку сока. Вы должны понимать, что все, что дается бесплатно, по сути, ценность этого, мало того, что она падает из-за того, что она бесплатна, но по факту это что-то не суперзначительное. Но вы концентрируетесь именно на слове «несуперзначительное». Для вас начинает являться важным и ценным не суперзначительное. И вы начинаете, простите, искать крыс на помойке, вместо того, чтобы сконцентрироваться на каких-то больших и глобальных целях, ваш мозг такой, о, я нашел одну крысу на помойке, я буду дальше искать крыс на помойке. И вы, вместо того, чтобы ставить какие-то цели, чтобы вибрировать внутренне на других частотах, вы концентрируетесь на самом маленьком. Ваш мозг чувствует себя бедным, знаете, победителем среди бедных. И у него включается азарт и интерес. И ваши интересы, ваши внутренние ощущения, они концентрируются на какой-то фигне. Это, знаете, как люди, которые кучу лет тратят на то, чтобы выиграть в лотерее. Вот они полностью, они уже могли построить карьеру, построить большие цели, но их цель – выиграть в лотерее. И вот в результате они выигрывают 20 долларов, и выигрывают только потому, что вот эти 20 долларов, уж они их все время искали, ждали. Но ваш мозг переключается в этот момент. И опасность заключается в том, что вместо того, чтобы ставить большие цели, расти и наслаждаться тем, что вы можете купить, это неимоверный кайф. Вот, знаете, есть разные виды кайфа. Но вот если мы рассмотрим с вами, я буду прыгать с темы на тему, я это очень люблю, если мы с вами рассмотрим кайф подарков, то есть два вида кайфа, связанных с подарками. Первый – это когда тебе их дарят. Ну, согласитесь, вы любите, когда вам дарят подарки. А представьте или вспомните моменты, когда вам подарили что-то, что вы не ожидали. Это был действительно не просто шоколадка, да, какая-то там, а это был действительно классный подарок, который вам был нужен, и вы не ожидали, что вам его подарят. Он был ценен конкретно для вас. Ну, напишите, у кого были такие ситуации. То есть, когда для вас это было ценно. Но теперь вспомните вторую ситуацию. Когда вам нужно дарить подарки. И тут тоже есть две ситуации. Первая – это когда у вас стресс, вам нужно подарить подарки, вам жалко, у вас нету денег, недостаточно, вы начинаете рыться у себя дома в поисках того, значит, а чем можно найти. Может быть, я куда-то на кнопку нажму, а почему-то гаснет экран. Вы начинаете искать, чтобы передарить, да, чтобы взять такое ненужное передарить, или чтобы найти подешевле в магазине. И были ли вы в этом состоянии, я не знаю, когда вы идете и покупаете такой подарок, которым вы гордитесь. Вы знаете, что вы его подарите, и вы уже кайфуете от того, что вы подарите именно это. Потому что вы в этот момент чувствуете себя очень классным, вы чувствуете себя хозяином жизни. Вы понимаете, что человек этому подарку обрадуется, но вы радуетесь этому чувству, своей состоятельности, что вы сейчас придете и подарите именно это, что вы такой классный, вы такой молодец. Это абсолютно разные вибрации, а действия одно и то же. И наша задача все время задавать себе один вопрос, а как я себя чувствую, каким я себя ощущаю. Каким я себя ощущаю, когда я все время сосредоточен на том, чтобы найти что-то бесплатное. Ничего страшного, что я буду смотреть фильмы, реклама будет вылазить каждую секунду. Очень часто люди мне в Ютубе пишут о том, что выскакивает постоянно реклама, мол, и все время жалуются. Но это невозможно. Но это же претензия к ним, ведь есть Ютуб премиум, где люди платят несколько долларов в месяц. Я не знаю, у меня Ютуб премиум стоит, я просто не знаю, сколько платится, честно вам скажу, в месяц. Но это какие-то существенные пустяки за то, чтобы я могла смотреть Ютуб без рекламы. То есть это мой выбор. Но люди хотят как? Смотреть мои видео, чтобы я отключала монетизацию. То есть я снимала для них видео, еще и отключала монетизацию на эти видео. По сути, для меня как бы мне пофиг. Но по какому поводу я ее должна отключать, когда это выбор твой личный? Ты можешь себе купить Ютуб премиум, и тебе не будет вообще колбасить никакая реклама. Но люди с ненавистью мне пишут комментарии, мол, ваше видео невозможно смотреть, медитации невозможно слушать, мол, все время вылазит реклама. Ну, ребят, это платный ресурс. Заплати там какие-то 5 долларов в месяц и смотри себе на здоровье, сколько ты хочешь. Но нет же, это же деньги. А денег поэтому и нет. Потому что вы концентрируетесь все время на том, как бы не заплатить. Вы говорите, как, это дорого, это вообще для меня дорого. И для вас это становится дорого. Деньги вызывают у вас стресс, я уже об этом говорила. А наше подсознание таким образом запрограммировано, что оно нас всячески ограждает от стресса. И поэтому, если деньги, успех, благосостояние и прочие вещи, там, красивые шмотки, вызывают у вас стресс, негатив, ваше подсознание реагирует очень четко. Оно говорит, я сделаю все, чтобы у тебя этого не было, хозяин. Я не хочу, чтобы у тебя был этот стресс. И вы продолжаете концентрироваться на бедности. Как бы шмоточку подешевле найти, ой, какой я молодец. Как бы фильм скачать подешевле. Как бы тут не заплатить, как бы тут кидануть. У меня было несколько раз, когда люди покупали достаточно дорогие мои продукты и писали мне, Оль, вы знаете, я купил ваш продукт, но я увидел, вот там вот случайно там загуглил, он бесплатно дается. Закройте, пожалуйста, ну сделайте что-нибудь с этим. Почему люди так делали? Потому что люди понимают, дело даже не в ценности, они понимают ценность для себя. Они не хотят быть крысами, они хотят быть богатыми людьми. Я в этом плане обожаю, например, там такие бренды, как Луи Виттон. В Луи Виттоне никогда нету сейловых распродаж. И, пожалуй, это единственный бутик, я, конечно, не скажу, что я завсегдатель Луи Виттона, но тем не менее, это единственный бутик, в который я всегда прихожу, мой муж приходит с удовольствием, потому что мы знаем, что когда мы покупаем вещи Луи Виттон, мы покупаем это не для хвастовства, мы покупаем это как комплимент себе, показывая, что сегодня мы работаем так и развиваемся так, что мы можем позволить себе иметь вещи такого уровня. Я никогда не куплю сумку Луи Виттон фейковую или какую-то другую, потому что я не вижу в этом смысла. Это ведь история совсем не про сумку, это история про то мое внутреннее состояние, которое у меня есть. Точно так же, как телефон или новая машина, это история не про то, что машина старая уже не ездит. Нет, прекрасные машины, классные. Но мы меняем машины тогда, когда мы переходим на некий новый уровень, повышение нашей вибрации внутренней, показатель себе, что я молодец, я работаю над собой, я развиваю свой бизнес, я расту, я молодец. И это внутренняя вот такая прокачка. Новый телефон, вот 12 Max у меня сейчас Pro, не знаю, как он там называется. Это история не про то, что камера стала суперлучше или да, немножко все время становится лучше, но это история про то, когда ты держишь 2000 долларов в руке и понимаешь, что ты очень важный момент. Не то, что почку за них продал, не то, что ты дурак. Вот это вот очень ошибочная штука, покупать вещи, которые тебе не по зубам, но те, которые тебе по зубам, ты должен покупать, потому что это твою внутреннюю вибрацию прокачивает. И тут такое дело, для кого-то важно купить, это не значит, что надо скупить все самое лучшее. Нет, тоже дурня. У каждого есть свой фетиш. У меня есть знакомые мужчины, у которых есть гараж автомобилей. Они ездят очень редко на этих автомобилях, но когда к ним заходишь домой, у них реально гараж из шикарных авто, потому что для них это как некие игрушки. Есть кто-то, кто покупает бриллианты, ну короче, кто-то, кто недвижимость имеет по всему миру. Это не важно, но это внутренняя история. И я хочу, чтобы вы понимали, что когда вы все время ищете что-то бесплатное для того, чтобы это было бесплатно, когда вы этим бесплатным говорите и подчеркиваете себе, что я бедный человек, что у меня вот не хватает, очень многие люди начинают мне там жаловаться часто. «Ой, возьмите меня, пожалуйста, на курс, у меня совсем нет денег, я такой бедный». Я таких людей не беру никогда. Не беру никогда, потому что человеку это не поможет. Он сейчас себя чувствует настолько жертвой, он будет чувствовать себя жертвой и дальше. Это важно осознать, что пока вы в голове не осознаете, что бедность вызывает во мне внутреннюю вибрацию, как это выглядит. Вот смотрите, я вам уже неоднократно рассказывала про сознание и подсознание, помните? Сознание – это все, что мы в состоянии с вами продумать. Подсознание – это то, что у нас, знаете, как осталось на фильтре, и оно упало. Так вот, если мы берем с вами сознание, то в сознании человек понимает, что… ну, он каким-то образом думает, да, там, я хочу себе бесплатное. Почему? Потому что у меня нету денег. Да я что, дурак покупать фильм, если его можно скачать бесплатно? Я что, дурак пользоваться там какой-то игрой, если я его могу скачать бесплатно? И вообще, эти люди вообще офигели, такие деньги за это берут. Ну, в общем, вот такое мышление. Вы в осознанном состоянии перевариваете это, например, вот так. На подсознание у вас в это время проваливается, как в копилочку монетка, у вас проваливается – я бедный человек, потому что я ищу все бесплатное, потому что все, кто что-то делают, они дураки, богатые дураки, они хотят меня обворовать, богатые – это они, а я бедный. И приставочка – бедный и честный. Я бедный. И у вас вот это «я бедный» провалилось. Тут вы что-то рассказываете, что они дураки, что это глупо делать, что просто сейчас у вас такая ситуация, а в ваше подсознание провалился кирпич – я бедный. В чем опасность подсознания? Опасность подсознания в том, что вот это как… У меня как будто бы тут набор того, что показывает. Это как будто бы батарейка. То есть оно в подсознании провалилось и включилось. И этот заряд на энергетическом уровне, энергетическая вибрация – это как радиоволна. Вот смотрите, есть же телефон, мы же с вами не видим никаких сейчас волн. Но все прекрасно понимают, что что-то существует, мы с вами не просто через коробочки разговариваем. Ну, понимаете смысл? То есть вы сейчас можете сказать, «Оля, что ты за бред чешешь?» Но вам же не кажется бредом то, что вы сейчас смотрите на телефон, в котором сидит человек и разговаривает с вами, правда? Вот, собственно, все точно так же в квантовой физике устроено. Так вот эта батарейка постоянно излучает заряд с названием «Я бедный» и притягивает все, чтобы подтянуть, вот эта батарейка работала, «Я бедный, я бедный», все время с вами стерто-стерто это происходит. И вы, хотите этого или нет, не можете получить денег, потому что у вас есть четкая программная установка, «Я бедный, я бедный, я бедный». Вы думаете как бедный, совершаете как бедный, и оно в вас висит. И вы потом пытаетесь делать какие-то другие действия, заработать деньги, но думаете, и батарейка у вас сидит «Я бедный». И повторюсь, вот эта любовь к бесплатности, к шаре так называемой, она именно эту программу у вас активирует. Поэтому я пользуюсь бесплатным, я с удовольствием продегустирую сыр в магазине для того, чтобы его купить или не купить, понравится оно мне или нет. Я скачаю программу себе для того, чтобы попробовать пробный период. Она мне понравится или не понравится? Буду я ей пользоваться или нет? Это прекрасно. Я, конечно же, скачаю бесплатный продукт для того, чтобы понять, например, мне этот тренер, человек, кто-то интересен или неинтересен. Это не говорит обо мне как о бедном человеке. Но дальше искать возможность там писать, может кому-то в личку слушать, а может быть вы там проходили, а там никогда не буду. Потому что моя задача концентрироваться на деньгах. То, на чем вы концентрируетесь, то вы и получаете. Мне не нравится думать о себе как о бедном человеке. Я периодически сталкиваюсь с такой ситуацией, когда люди хотят мне что-то подарить. И я сейчас стала очень аккуратна в этом вопросе. Потому что, когда люди хотят мне что-то подарить, они зачастую, понятно, хотят, чтобы я их прорекламировала. И то есть здесь, это как вот история идет, она очень логичная. Потому что, что значит прорекламировала? Рассказала своей аудитории. Мне стоит достаточно дорого собирать свою аудиторию. Ну, по-разному. Но я вкладываю, инвестирую деньги в рекламу. Я инвестирую свое время, свои знания и так далее, для того, чтобы у нас с вами, например, было некое взаимодействие. Но я понимаю, что, когда человек говорит, я хочу вам подарить, он хочет этот взаимообмен. И я чаще всего говорю, спасибо, мне не нужно. Я либо хочу вас купить, либо я даже покупать не хочу, потому что очень часто люди стремятся просто, типа, вот я вам на шару дам, мол, ну это же хорошо, что я вам дам на шару, освежитель воздуха. Но мне вообще не надо ни на шару, ни без шары. Я люблю покупать, я всегда об этом говорю, потому что, когда я покупаю, я себя чувствую хозяйкой. Я понимаю, что я могу за это заплатить, я за это плачу, я имею право спрашивать, что-то делать, и мне нравится чувствовать себя состоятельным, богатым человеком, который в состоянии оплатить чьи-то вещи или услуги. Я, например, беру подарки только от тех, кто мне реально очень сильно нравится и кого я могу потом отблагодарить тем, что расскажу об этом, например, своей аудитории, потому что мне и правда нравится этот бренд, мне и правда мы с ними, ну как бы мы подходим друг к другу. Это такое мини-амбассадорство, я бы сказала, потому что это общие ценности, общее все, и я могу их упоминать, когда захочу, и это совершенно другая история. Поэтому важно вот это понимать и найти кайф. Начните в чем практикуют, практиковать. Начните практиковать в том, чтобы получать удовольствие от того, когда вы платите, вообще получать удовольствие от соединения с деньгами. Смотрите, если люди требуют скидки, это не говорит о том, что это плохие люди. По сути, прогибать, простите меня, других людей, если мы говорим про бизнес, это нормально, и все это делают. Вопросы два. Первое. Почему вас прогибают? Вас прогибают, просто спрашивают, например, а скидку дадите? Это нормально. Это история про то, что я зарабатываю деньги, и если вы готовы мне продать дешевле, то чего же не использовать эту возможность? В этом ничего такого нет. Но меня просто спрашивают, или мне ставят условия, например, вам говорят там, скидку дадите, не дадите, все, я ушел. Если так говорят, то это говорит о том, что вы не выглядите достаточно ценным в глазах клиента. Например, я работала в свадьбах много лет, и никогда ни один мой клиент мне не сказал о том, что мои услуги стоят дорого. Хотя, поверьте, некоторые клиенты платили мне очень солидные суммы денег, но при этом они меня просили, чтобы я подрезала бюджеты своих партнеров, потому что они считали, что в этом тоже заключается моя работа, дать для них наилучший результат по наименьшей цене. Это бушление богатого человека. Я тоже хочу понимать, за что я плачу. И поверьте, когда я вижу, что люди классно выполняют свою работу, я и больше заплачу, и никогда не буду говорить о скидках. Но если я, например, понимаю, что эта история очень такая, знаете, с сомнением, то обязательно буду прогибать. Это очень и очень важный нюанс. Вот вы должны понимать, что вопрос скидок зависит от вас, от того, насколько вы презентабельны и хороши для клиента. Когда, например, бизнесы вынуждены по какой-то причине поднимать стоимость, да, там доллар вырос, там, ну, короче, все растут, и периодически стоимость поднимается. И поднимают в среднем на 20%, потом через время на 20%. И если, когда, точнее, клиентура остается, это говорит только о том, что все правильно простроено, в бизнесе достаточно ценности для клиента. А если ваш бизнес строится только на низкой цене, то, безусловно, ну, как бы, речь не об этом. Поэтому я и говорю о том, что очень важно работать с ценностью, очень важно, чтобы клиент хотел только вас, чтобы он хотел работать исключительно с вами. Ну, и тут уже бизнес, бизнес-моменты и бизнес-образование. Вот я, например, на сегодняшний день, вот рерайтерцы, скажите мне, пожалуйста, кто тут есть. Я на сегодняшний день считаю, что ценность того, что даю я, моего продукта, значительно выше стоимости. Но моя модель бизнеса на сегодняшний день построена на массовости. И я, как хороший бизнесмен и предприниматель, прекрасно понимаю, что важно делать грамотную стратегию. Ну, что ты делаешь? Если ты работаешь, например, в свадьбах, я работала не на массовость. Мне достаточно было 10-15 проектов в год, для того, чтобы сделать столько, сколько среднестатистическое агентство заработает. Столько заработает, сколько среднестатистическое агентство зарабатывает за 5-7 лет. Понимаете? Тут очень важны еще моменты бизнеса. Мы сейчас немножечко о другом говорим. Я о бизнесе могу говорить вечно, потому что я это очень сильно люблю. Так, Дарри Райтер очень много сливала денег на всякие курсы, потом поняла, что искала постоянно, кто меня спасет. Сейчас трачу только выборочно на те курсы, от которых знаю, что пройду и нацелена на результат. Да, это очень правильный такой момент. Вот мы буквально недавно проходили всякие новогодние распродажи. И мой супруг любит все время тоже обучаться, подыскивает какое-то там обучение. И он мне говорит, смотри, целый пакет всего продается, значит, там у одного тренера. И говорит, мне вот этот тренинг интересен, было бы интересно его пройти. А там в пакете их штук 20. Ну и все там с какой-то мега скидкой. Я ему говорю, вот смотри, ты сейчас купишь за эти деньги, ты его не пройдешь. Во-первых, потому что ты мало заплатил, потому что это в пакете 25 штук. Ты лучше, ты получишь ценности значительно больше и кайфа значительно больше. Это как из истории, знаете, когда покупаешь просроченное масло. Ты покупаешь с 50% скидкой, но завтра срок годности заканчивается. Начните себя на этом контролировать. Я не говорю, что не нужно покупать что-то, если оно идет со скидкой. Ну думайте об этом. Я вчера зашла в Зарвуд, сумасшедшие какие-то скидки. Я прошлась, просто у меня было время. Я прошла, и так, знаете, эти все ценники такие маленькие кажутся там на фоне. И думаю, что-то куплю. Потом я думаю, да я не хочу. Я не хочу. Я не хочу рыться в этом трепье сейчас. Я не хочу в это состояние погружаться, потому что тут же включается вибрация бедного человека. Первое, я покупаю не то, что я хочу, а покупаю то, что осталось. Второе, в каких условиях я это покупаю, в третьих, я это покупаю, скорее всего, потому что, не потому что мне это нужно, а потому что у этого какая-то привлекательная цена. Я просто это от себя все убрала. Я люблю быть клиентом, который покупает то, что ему нравится. Я люблю вот этот момент, когда я отдаю деньги. Я люблю момент понимания того, что я в состоянии оплатить эту вещь или эту работу человека. Я даже скажу вам, что когда плачу, я картой, например, перечисляю, там, за какие-то тренировки детские, у меня много такого. Я всегда перечисляю вместе с этим свою благодарность, потому что я благодарю людей за их труд, и я благодарю людей, которые оценили мой труд, потому что деньги, это ведь история, которая перетекает из рук в руки, и я получаю свои деньги только благодаря тому, что кто-то тоже ценит мой труд и дает мне эти деньги. Мне нравится себя чувствовать состоятельным человеком, мне нравится платить, мне нравится понимать, что я что-либо покупаю, опять-таки, с позиции, вот постарайтесь зайти в следующий раз в супермаркет и класть не потому, что это стоит дешево, а класть потому, что вы хотите это взять. На нас недавно была трогательная ситуация с туалетной бумагой, с моими друзьями. Туалетная бумага стоит самых разных денег, вот вам всем творческое задание, прям отметьте меня в инстаграм, пожалуйста, зайдите и купите себе в магазине самую дорогую бумагу, ароматизированную, трехшарную, там с подушечками, выберите ту, которая вам нравится, потом откройте ее и почувствуйте, что что-то вы купили себе домой самое лучшее, самое дорогое, не с позиции того, что какая разница, простите, что в жопу засовывать, а с позиции того, что, блин, это так приятно, это совершенно другая бумага, она даже мало того, с ароматизатором, она тебе даже делает приятный аромат, она приятно выглядит. Вот научитесь на эти детали обращать внимание, хотя бы с туалетной бумагой чувствовать себя богатым человеком. Когда мы покупаем салфетки, мы тоже часто смотрим на коробочки, вот это стоит 41 гривну, это 27 гривен, и мы берем из позиции, какая разница, чем вытирать рот, но разница тоже есть. И вот когда вы начнете свой мозг делать богатым таким образом, когда вы перестанете вестись на то, что тут дешевле, еще раз говорю, да, бывают классные акции, да, я не против этого, но я против безумного, безрассудного потребления по принципу, самое дешевое, а лучше бесплатно. Я против этого, потому что в этот момент мы чувствуем себя бедными людьми, как ни крути. Даже когда вы платите в итоге на кассе солидный чек, ощущение идет бедного паршивого человека, который купил не то, что хотел, а то, что ему дали. Очень часто, например, в магазинах шмоточных, я замечала такое, там же, помните, модели часто повторяются, меняются цвета, там, на зиму, на весну, на лето, ну, какие-то. И вот бывает, что разница в цене в 100-150 гривен, это вообще смешно, очень маленькая такая разница, но ты хочешь, например, брюки себе там белые, а на сейле серые, а разница 150 гривен, и человек покупает серое, потому что он экономит, это не экономия. Вы себе, помните, вы засаживаете батарейку, ужас заключается не в том, что вы купили один раз, а в том, что эта программа работает у вас постоянно, и по факту вы постоянно себя засовываете в какую-нибудь такую глубокую помойную яму бедности своей, и не можете из этого выкарабкаться. Я ни в коем случае не говорю о том, что надо транжириться направо-налево, есть моменты финансовой грамотности, никто этого не отменял. Немножко другая история, я просто говорю о том, что перестаньте жаждать бесплатного, перестаньте стрястись за бесплатным, перестаньте быть неблагодарными людьми, когда вы что-то бесплатно получаете от других. Мне часто там вот на мои продукты бесплатные, на медитации люди начинают там какие-то писать, им что-то неудобно, что-то не так, и вот и сразу же человек гонит претензию, еще ничего не делал, ничего, ну вот или в видео там тоже бывает, ой, не того цвета, не то, там что-то там, ну я всегда, мой ментор мне всегда говорил такую фразу, когда на бесплатное жалуются, всегда говори, мы вернем вам деньги. И это удивительный момент, потому что мы сразу же замечаем недовольство человека во всем, он еще ничего не заплатил, ничего не сделал, но он уже всем недоволен. И вот это говнище притягивать будет к вам еще больше говнища. И самое интересное, почему я вам об этом говорю, потому что считаю вас говнищем, мне абсолютно не по этому, потому что это говнище в каждом из нас есть. Вы понимаете, вот это очень интересно, потому что если вы думаете, что я в себе не замечаю периодически этого говнища, я не замечаю. Оно в нас есть, его не так просто искоренить, поэтому на это нужно обращать внимание и понимать, что когда в вас просыпаются такие мелкие мыслишки, они вас только приведут к мелкой жизни. Просто помните об этом. Мелкие мысли, мелкие цифры, концентрация на всем дешевом, вонючем и мелком приведет нас к такой же мелкой, говняной жизни. Вы должны это понимать. У меня есть некоторые люди, которые приходят на рерайтер жизни, попробовали пробную версию и потом говорят, я могу докупить сейчас. Я говорю, а что не докупаете? А я хочу купить самую дорогую версию в следующий раз. Я говорю, а зачем она вам нужна? Ну, вам достаточно будет этой версии поработать. Человек говорит, я хочу себе показать, что я могу купить самое дорогое. Я не могу вам сказать, что я поддерживаю полностью эту технологию, но тем не менее. Вы знаете, мой муж, например, тоже такой очень интересный человек, он весы по знаку зодиака и он человек крайностей. Я это уже неоднократно замечала. И вот иногда, ну уж простите за откровенность, в нем просыпался, особенно в наши сложные периоды финансовые, ну какая-то жмотяра, ну просто вообще, просто хотелось, вообще не понимала, как этот человек рядом со мной стоял. Но у него вот крайности. Но тем не менее, например, когда мы там шли по магазину, я говорю, слушай, я хочу купить себе там новую сумку. Он мне говорил, ну пойдем посмотрим там Луи Виттон. Он, я говорю, ну мы сейчас как бы не можем купить в Луи Виттоне, ну у нас сейчас другая история, ну пойдем посмотрим. И вот, например, мы там пойдем в Луи Виттон, это с разными магазинами, с разными вещами происходило, с отдыхом, с чем угодно. А мы идем и смотрим, ему всегда нравится, что-то из такого, дорогого, из саменького. Я говорю, ну это что, ненормально? Он говорит, нет, мы вот должны купить вот только такую. Я говорю ему, ну послушай, ну это же бред, ну у нас сейчас нет денег на это, ну я хочу просто новую какую-то сумку за какие-то разумные деньги, да мне пофиг, ну манго, зара, мне все равно. Я хочу сейчас просто, я нормально к этому отношусь, я не умру без этого. Нет, ты с такой говняной, например, ходить не будешь. Вот. И потом проходит там время, он непременно мне покупает, те вещи, которые, значит, он где-то присмотрел для меня, вот, и приносит их обязательно. Знаете, как мне очень нравится в нем это, он как, ну простите за это дурацкое сравнение, Сережа точно не обидится. Вы знаете, когда кот там, мышь дохлую хозяйке приходит и так с гордостью дарит, вот там, или там собака кость свою дает хозяину, там типа, вот держи, вот он всегда тоже мне приносит такие доспехи. Я каждый раз поражаюсь вот этим несопоставимым вещам, то как бы, за мусорный пакет меня убивает, то, блин, вот так вот предпочитает все самое лучшее. Поэтому очень важно себя, ну это за счет чего происходит? За счет внутренних качелей, финансовых, но тем не менее. Я вам хочу сказать очень важную вещь, к которой я недавно пришла, что качели в жизни это необязательное явление. То есть говорить о том, что в жизни всегда есть хорошие, плохие, белые, черные полосы, нет. Я сегодня, ну вот лично я, не поддерживаю больше эту теорию. Я понимаю, что такие полосы есть тогда, когда мы живем неосознанно, когда мы не работаем и не понимаем закономерности. Это знаете, как когда ты едешь за рулем, но ты не понимаешь, что ты, почему машина поворачивает. То есть ты не отследил, что руль и траектория машины связаны между собой. Вот так происходит в жизни. Когда люди не понимают, как их действия и мысли влияют на их реальность, им кажется, что эта жизнь что-то делает, и она дает черные и белые полосы. Это тут ни при чем. Это все вот здесь. И пока вы не изучите вот эту вот историю, взаимосвязь, не поймете, как ваши мысли, все нормально, влияют на вашу реальность, и что вы можете этим управлять от слова «всегда», «всегда». Я в это сейчас точно верю, я в этом абсолютно убеждена. Соответственно, пока вы этого не осознаете, вам будет казаться, что эта жизнь управляет вами, карма, судьба, археология, астрология, гастроэнтеролог, кто там, гастроэнтеролог, гинеколог, нет. Вот я вам точно могу сказать, что нет. Поэтому я, например, себе пообещала, что я больше никогда не отойду от этих практик, и поэтому решила посвятить свою жизнь этому, потому что это не даст мне возможности забыть, от чего все на самом деле зависит. Я провела за прошлый год очень много своих внутренних исследований, взаимосвязей, и поняла, что взаимосвязь очень четкая в этом. Поэтому единственное, чему нам нужно научиться, это контролировать свои мысли и понимать, как мы устроены, за счет чего происходят все процессы. Ну, собственно, этому и начинает быть посвящен рерайтер жизни, куда попадают, как на первую ступень, мои ученики. Ну, а дальше уже в клубах мы начинаем разгребать это все дальше, больше, глубже. Я сейчас готовлю совершенно новую собственную методологию всего происходящего. Я придумала уже, каким образом объяснить, рассказать и разложить все, что происходит, что нужно знать для того, чтобы управлять своей реальностью, своими мыслями на простом человеческом языке достаточно в методической форме. Вот, поэтому в этом году это все будет происходить. Ну, а пока как бы с рерайтером жизни мы начинаем нашу первую работу. И это очень важно и очень глобально, как по мне. Я эту работу уже веду со своими детьми. У меня уже очень неплохо во всех вопросах разбирается Ева в своих 6 лет. Для меня очень важно заложить в детей на сегодняшний день правильные основы для того, чтобы в будущем в нашей взрослой жизни дети не разгребали того, что разгребаем мы с вами. Но большинство людей даже не подходит к тому, чтобы разгребать. Как сделать, чтобы люди не спрашивали меня о моем прошлом? Ну, попробуйте какое-то заклинание произнести, не знаю, волосы отрезать, подунуть. Ну, я думаю, в Гарри Поттере там надо почитать, там что-нибудь вам дадут, какой-нибудь суперспособ на эту тему. «Как вы считаете, если злишься на парне и потом в тот же момент ему резко не везет, попадает в беду этот бумеранг?» Я думаю, что это не бумеранг, я думаю, что это его личная энергия. Вообще, я не особо верю в то, что мы можем влиять на других людей через свою энергию, неся им зло. То есть я, как бы, моя теория такова, что наша энергия, которую мы излучаем, она принадлежит нам. То есть если мы радуемся за кого-то, за себя, неважно, то это радость, которая притягивает к нам радость. Если мы злимся на кого-то или на себя, то это та злость, которая имеет отношение не к тому, на кого мы злимся, а всегда к нам. То есть это наше поле. Поэтому я думаю, что эти вещи не связаны, просто у вашего парня он притянул что-то свое. То есть я не связываю вот этих, знаете, всемирных мировых проклятий. Нет, это его. Это его. В данном случае это истечение обстоятельств, то, что и у вас это произошло. Возможно, с ним это произошло, потому что он был тоже на негативе после ссоры с вами. То есть еще раз, мы не можем свою энергию, свою злость, кого-то убить своей злостью. Своей злостью мы можем убить только себя. Я уже об этом ввела эфиры, и понимание этого должно вам дать, напомнить о том, что крайне нецелесообразно злость вообще выгонять. Она сжигает вас. Злость, ненависть, обида, зависть – это ваш собственный костер. В этот момент вы как Жанна Дарк. Вы вот это стоите, горите, вот тут все горит, а вот это вы, понимаете? Вы хотите на этого человека это направить? Это не направляется ни на кого, кроме вас. Вы свою жопу жарите, простите, пожалуйста. Поэтому каждый раз, когда вы злитесь, я вот всегда смеюсь у своего мужа, когда вот он начинает беситься, потому что я в этот момент поворачиваюсь на бочок и засыпаю, да? Я ему говорю, ну хочешь там в говнишке своем повариться? Поварить, конечно он злится, но он же себя сжигает, поэтому он уже собственно тоже как и я перестает это делать, потому что мы делаем плохо только себе. Важно понять, ваша злость никому другому не навредит, кроме вас. Понимание есть, иногда сложно контролировать эмоции, но, друзья, вы в кого хотите превратиться, в роботов, в которых есть четкая программа, вы живые люди, вы живые люди, это тренировки, работа над собой, кайф и есть в том, чтобы изменять себя. Для меня неимоверное удовольствие наблюдать за собой в какой-то период времени и видеть, как я меняюсь, видеть, как я сегодня смогла взять себя в руки, видеть сегодня, насколько во мне много дисциплины включилось или чего-то еще. Сегодня была на массаже, и меня массажирует такая стратосфера, такая большая сфера, с шарами. И, в общем, она мне все время в кости упирается где-то, и мне мастер говорит, массажист, она говорит, «Боже, как вы рожали? Я эту стратосферу у вас на животе не могу разместить, у вас живот меньше по площади, как у вас дети помещались?» И она говорит, «Ты же надо быть такой худенькой». Я ей фотографию достаю свою, которую я в Инстаграме часто выкладываю, где жирная, и показываю. У нее глаза вылезли, а она мне говорит, «Это же какая дисциплина и работа над собой?» «Что вам пришлось сделать, чтобы вы так могли себя взять в форму?» И я вам могу сказать, что да, это, наверное, правда. У меня действительно очень жесткая дисциплина и работа над собой, но я не знаю, как по-другому достигать результатов, если мы не можем свой мозг взять в руки. И прежде всего, эта история не про тело, это история про голову. Вот все начинается с головы, все начинается с ваших внутренних решений, просто поверьте мне. Я вообще против силы, против сражений, против запретов, это вообще не моя история, я ненавижу это. Поэтому мне приходится только через голову с собой договариваться и только через голову находить мотивацию. Но я очень люблю быть успешной, я очень люблю быть богатой, я очень люблю быть в изобилии, я очень люблю дарить подарки, я очень люблю знать, что у меня все прекрасно дома, я люблю это состояние, и для меня это мощная мотивация. Я не люблю жить в крысячьей норе, я не люблю подтирать, простите, жопу бумагой говняной, я не люблю думать о том, что мне чего-то не хватает, и я ради этого в том числе готова что-то делать, но плюс мне нравится развиваться, мне очень нравится меняться, мне очень нравится видеть, как вокруг меня меняется жизнь, потому что это кайфово, это классно, я все время повторяю, простите уж, мы все умрем, и все вот это вот не будет иметь ровным счетом никакого значения, но наша внутренняя трансформация, я уверена, даст нам возможности, как на PlayStation выйти на новые уровни. Когда следующий рерайтер? Следующий рерайтер будет стартовать в феврале, у нас уже, я думаю, завтра, наверное, откроются предпродажи с 50% скидкой, мы начинаем всегда продавать в минус 50, и ближе к началу стоимость поднимается, поэтому welcome, заходите, каждый месяц мы будем проводить рерайтер, сейчас за исключением следующего января, пока что мы так решили, что январь у нас будет выходным. Верите в рождественскую магию? Я скажу вам так, я не очень знаю, что такое Рождество в контексте, я знаю, конечно, что такое Рождество, но я не очень религиозный человек, вот с пониманием того, что происходит, я верю в собственную магию, я верю в то, что каждый из нас является волшебником, вне зависимости от того, какое время года и так далее. Я все это чту и уважаю, но тем не менее, я считаю, что, как вы знаете, для того, чтобы поговорить с Богом или с высшей силой, не нужно ходить в церковь, потому что там на тебя могут накричать, что ты не туда встал, а я не думаю, что Бог может на меня обидеться, если я не туда встала или не надела платок, или надела штаны, или у меня месячный, или у меня поросенок вяжет, или очень много каких-то ограничений. Я могу сейчас закрыть глаза и поговорить со своей высшей силой, ну вот это как бы мое видение. Как вы все успеваете? Сейчас я подключу телефон. Я вам скажу очень просто. У меня сейчас жизнь очень сильно ускорилась. С приходом карантина в мою жизнь у меня стало меньше персонала, точнее мне практически не стало. Это я включила на подзарядке телефон, и мой штатив не выдержал. Ничего страшного, крепись, малыш. В общем, если я еще один раз шваркну, чтобы вы были в курсе. Я сейчас как-то его закрепила. Я очень конкретно сейчас планирую... Да, все, выключаем зарядку. Сейчас, давайте какой-то другой способ изобретов. У меня просто очень модный штатив, и он считает, что надо падать сейчас. Ребятушки, книжки, все пойдет в ход, все будет хорошо. Сейчас, первое. Сейчас, смотри. О, вот так, пусть будет так. Очень сильно внедрила тайм-менеджмент, так называемый. Расписываю все четко по времени и по делам, задачам, которые мне необходимо выполнить. Ранние подъемы, и очень нету такого повтыкать. Вот времени на повтыкать практически нету. И тогда все получается. То есть, опять-таки, важность приоритетов, важность интереса. Интересно ли тебе это делать, какие у тебя амбиции, какие у тебя задачи и так далее. Моя работа, к счастью, позволяет мне успевать многие вещи, потому что многое я делаю в машине, в постели. По-разному это все происходит, конечно. Тем не менее, было бы желание, как говорится. Я каждый раз думаю о президентах, еще о каких-то великих людях. Понимаю, что если они успевают, как говорил недавно мой знакомый, если Путин успевает в бассейне поплавать, то странно, что я не успеваю сходить в фитнес-клуб. Наверное, как бы. Поэтому так. Маленький треножек. У меня прекрасный. Я вам даже могу показать. У меня прекрасный такой штатив. Просто он весь автоматический. Видите, у него кнопочки. И когда я подключаю, он двигается. Он очень крутой, на самом деле. Даже рекомендую вам его. DJI. Очень модный и классный. Но когда подключаю зарядку, получается внизу проводочек телефона. И он, короче говоря, ему это не нравится. И в данный момент он начинает отключаться. Поэтому посоветуйте, пожалуйста, книгу по саморазвитию. Я не буду советовать книги по саморазвитию, потому что книги ей не помогают. Я вам уже говорила. Книга, вон целые полки. А, вы не видите. Они лежат сейчас. Они там в лежачем состоянии. Книга ничего за вас не сделает. И делать придется все равно вам. Но мы все-таки попробуем вернуться на штатив. Я просто хочу все-таки поставить на зарядку телефон. Вдруг у нас получится. Сейчас. Мы в тебя верим. Давай, джи-жи-жик. О, я вроде подготовилась, но забыла зарядить телефон. Ну, это же такое. Не во всем же мне быть гениальным. В общем, если он шваркнется, чтобы вы знали, в чем дело. Так. Хорошо. Эту неделю работаю с убеждениями. Сколько в день убеждений можно прорабатываться, чтобы было действенным? Знаете, я могу сказать так, что я замечаю такую штуку, что когда люди начинают работать над собой, это как и над фигурой. Знаете, сколько раз можно качать пресс? Сколько можно бегать? Сколько? Вот вопрос. Вообще, я считаю своим личным успехом, и то, что помогает мне получать достижения в жизни, это умение бежать на длинную дистанцию. Умение бежать на длинную дистанцию. Всегда думайте не о том, как сделать быстро. Сейчас. Все убеждения сразу. Все программы решить сразу же. Все. Сразу во всем. Думайте о том, как пройти в долгую. Думайте о том, каким образом вы можете свою жизнь организовать так, чтобы вас хватило надолго. Я когда начала рерайтером в жизни заниматься и ментальными практиками, я сразу же сказала, это навсегда. Возьми такой темп, чтобы ты могла побеждать, побеждать, хорошее слово, чтобы ты могла этим заниматься долго. Чтобы это не было историю про то, когда человек сел на диету, все себе запретил, и через неделю у него произошли срывы. Вам важно, мне очень странно эти разговоры про штативы, про ребят, ну блин, ну идите в жопу, ну правда. Ну неужели, вот вы считаете, мы сейчас говорим с вами об очень важных вещах, вы мне про штативы. Неужели у вас все, что вас колбасит сейчас, это история про мой штатив. Вот вы думаете, я самостоятельно с этим не разберусь, за штативами, с микрофонами, ну зачем вы вот это делаете? Это вот знаете, еще один показатель такой в жизни, когда бывает так, с кем-то сядешь на серьезную тему говорить, и человек тебя все время переключает на что-то, постоянно там. Это показатель того, что вы не готовы к этим изменениям. Ну вы не готовы, но кто-то же готов. Для кого-то этот эфир окажется очень важным. Кто-то после этого эфира примет решение поменять свою жизнь. Кто-то найдет в нем ответ на очень важный вопрос. Зачем вы сидите и срете? Ну, простите, но... Что делать с прошлым? Вы знаете, мне кажется, у вас есть какая-то большая проблема. Я вот вижу просто ваш аккаунт, я не знаю, кто вы конкретно, но ваш вопрос всегда, уровень ваших вопросов говорит мне о том, что у вас очень много, вы или очень маленький, ну как бы юный человек, либо у вас очень много вопросов из детства. Ну, что делать с прошлого? Ну, ничего не делать с прошлым. Ну, прошлое ваше, это ваше вчера. Думайте над своим будущим, работайте, ищите, создавайте. Вы пришли на рерайтер жизни, вы учитесь у меня? Вот есть люди, которые все время задают мне какие-то вопросы, я им говорю, а вы на рерайтере были? Нет. А почему вы не были на рерайтере? Если вас это действительно волнует, если вы все время приходите на мои эфиры, почему вы не пришли и не начали над собой работать? Это как, знаете, доктору все время гинекологу пишет, девочка, ну, инкогнито, а что делать, вот если у меня там красненькая? А что делать, если у меня там чешется? А что, ну, приди, блядь, на прием. Так может писать только девочка 12 лет. Недавно врач-гинеколог, я вам ее рекомендовала, у нее очень классный аккаунт, и она недавно по этому поводу сняла сториз Ани, в котором говорила о том, что ей написала девочка 13 лет о том, что, значит, она сделала тест, и у нее задержка, и она подозревает, что у нее непорочное зачатие. Вот, и Аня обращалась к мамам и говорила о том, что, ну, дорогие мамы, ну, уже пора с девочками говорить о половом воспитании, как бы, а не закрывать уши, потому что потом они пишут вот такие вопросы врача, а почему они пишут, потому что они беспокоятся, да, об этом, о том, что в 13 лет с ней случилось непорочное зачатие. Вы знаете, так и у нас с вами, такая же история. То есть важно просто взять и решить, вам есть с кем об этом поговорить, но мы должны об этом говорить не на прямых эфирах. Наша с вами задача, если вы понимаете, что, например, вам близко то, о чем я говорю, то приходите и берите систему. Я рассказываю очень много интересных вещей, как мне кажется, я искренне надеюсь на это во время прямых эфиров, но они бессистемные, естественно, они бессистемные. Если чем-то гривен, можно в Заре купить худи, не самую лучшую. Неужели вы не можете выделить худи на то, чтобы поработать с собой, если для вас это действительно важно? Вот эти вещи всегда меня очень сильно удивляют. Если это для вас важно, то подходите к этому системно. Но вопрос, что делать со своим прошлым, будущим и так далее, совсем можно и нужно работать. Совсем, абсолютно. Если у вас это действительно глобальная проблема, то это очень печальная ситуация на самом-то деле. Это уже софт, хелп софт. Спасибо большое, мне приятно, что я вас могу чему-то научить. Я хочу, чтобы вы научились самому главному. Вы научились брать контроль за свою жизнь, свои собственные руки и перестали искать чудо-способу, чтобы кто-то вас от этого избавил. Или перестали обвинять других в том, что то, что с вами происходит, это как бы их рук дело. Это всё ваше рук дело, я вам повторяю об этом в каждом эфире. И для того, чтобы мы с этим могли поработать, вам необходимо изъявить такое желание. Но качество плохое, скорее всего, у вас, потому что я вижу, что у меня хороший интернет. В общем, у меня всё хорошо по этому поводу. Итак, давайте с вами подведём итог всё-таки по нашей теме. Мы говорили с вами о любви к бесплатному. Я очень надеюсь, что вы пересмотрите сейчас своё отношение к шаре, что вы начнёте любить и кайфовать от того, что вы можете что-то покупать. Вы не сможете начать что-то покупать до тех пор, пока вы любите бесплатно и концентрируетесь на безденежье, до тех пор, пока вы думаете о том, что у вас мало денег, до тех пор, пока вы думаете о том, что вы бедные, вот когда вы будете богат. Делать разными способами. Один из способов – это то, что вы должны вытеснить вот эту программу другой такой батарейкой, в которой вы будете богатым человеком. А для этого вам нужно начать концентрироваться на деньгах, как на нечто позитивном, на нечто классном. Любая денежка, которая к вам приходит, радоваться ей. Любую сумму денег, которую вы платите кому-то, чувствовать себя богатым человеком, сколько бы вы ни платили. Кайфовать от того, что у вас есть эти деньги. Кайфовать от того, что вы покупаете фильм, покупаете книгу, покупаете обучение, покупаете платье, покупаете батон, покупаете лучшую туалетную бумагу. Я вас очень прошу, порадуйте меня сегодня своей туалетной бумагой. Вот прям почувствуйте себя богатыми людьми. Пойдите и выберите себе впервые такую туалетную бумагу, которую вы никогда не покупали. И прям вот почувствуйте, насколько это классно, когда хотя бы что-то есть у вас очень клевое. Как вы думаете, если поменять тон и манеру общения с потенциальными клиентами, как с равными и с уважением? Может, больше людей купит ваш курс? Я думаю, Ань, что у вас большие проблемы с самооценкой. Вы сейчас себя чувствуете униженным человеком, которого недолюбили. И, вы знаете, я никого не упрашиваю покупать свой курс. У меня есть чёткая моя целевая аудитория, прекрасная, замечательная, я думаю, что самая лучшая, которая ко мне приходит. Это, знаете, как к доктору. Вот кто-то кому-то он хороший, кому-то он плохой. Поэтому, судя по вам, у вас сейчас очень много комплексов. Вам кажется, что вас недостаточно уважают, недостаточно целуют в зад. Я вам скажу так, я могу ещё и батагом дать под зад. Вот, потому что иногда жирную целлюлитную жопу старую нам нужно размять. Я обожаю таких тренеров, и я, собственно, подбираю людей себе таких, которым нужна я. Вот, поэтому по поводу уважения, вот этой заниженной самооценкой надо сначала подлечиться, понять, наконец, что вы классная, почувствовать себя классной, понять, что вы хотите работать, понять, что вы действительно хотите результатов, а не то, чтобы вас целовали в жопу и говорили, что у вас всё хорошо. И тогда, например, у нас с вами могут сложиться отношения. Вот сейчас, конечно же, нет. Вот, поэтому вы, естественно, случайно попали на эфир, поражены моей манерой. Я прекрасно понимаю, я отвратительная и ужасная для вас. Ну, видите, вот для Вики я нравлюсь. Вот, поэтому я предпочитаю быть честной, такой, какая я есть. Я предпочитаю никому не лизать попу или какое-то другое место. И тоже не люблю, когда это делают со мной. Я считаю, что только когда мы трезво смотрим на себя и на свою жизнь, мы можем называть вещи своими именами, мы способны двигаться дальше. А с закрытыми глазами… Здесь уже вопрос того, захотите ли вы меняться или нет. Вот, собственно, и всё. Обожаю вас, моя любимая аудитория. Удачи с продажей курса. Анечка, всё прекрасно, не волнуйтесь. Вам тоже удачи. Вот, не вижу, правда, с вашей фотографией, но уверена, что у вас всё будет прекрасно. Если нет возможности идти на рерайтер, не связаны с деньгами, у вас нет возможности менять свою жизнь. Вот я уже вижу, что у вас нет возможностей, нет возможностей. Ну, я думаю, что вам аудитория лучше скажет. Так, что вы думаете, у меня 50 секунд, о людях, которые оказывают услуги, зарабатывают, но не открывают ФОП? Я не думаю, что это имеет какое-то значение. Иногда нужен пинок для решительного движения вперёд. 38 секунд. Итак, завтра, насколько я правильно помню, у нас стартует продажа рерайтера жизни по самой низкой цене. Если вы любите покупать выгодно, welcome. Если вы не хотите приходить на рерайтер, не приходите. Я не собираюсь никого вообще заставлять по этому поводу. Слава Богу, у меня прекрасная аудитория, которая сама меня находит. Нужны изменения вам ко мне. Нужно потрахать мозг кому-нибудь другому. Всё. Люблю, целую. Пух.